Опять жара, на улице 35, в тени, птичники, бедные бролеры сидят тут, клюва открывают, дышат, вентилятор дует, не спасает, вентиляция работает, не спасает. Здесь видим температура 37, чуть ниже, чем на улице, сейчас будем делать кондиционер для них, устрою, вот здесь мы его сейчас установим, сделаю, покажу. Сделал импровизированный кондиционер, старый плед, палку прибил, снизу поставил емкость с водой, здесь вентилятор дует. Вот, температура стала сбавляться, вот сейчас уже 37, вот смотрим, ну понаблюдаю, насколько температура снизится, и как быстро высохнет вот этот плед. Возможно, на него я еще, у меня есть моторчик, фонтан для пруда, возможно, что я поставлю сюда этот моторчик, приспособлю, чтобы вода здесь постоянно циркулировала по этому пледу. Ну, все-таки, я думаю, будет лучше, чем так. Ну, в общем, буду наблюдать, насколько снизится температура, благодаря этому кондиционеру. Ну, дальше понаблюдаем. Температура снизилась практически на 1 градус. Вот я сейчас зашел, дышу тут, становится потеплее. Было 29,7. В общем, плед плохо продувается. Я вспомнил, что у меня есть рулон мешковины. Сейчас я мешковину намочу и сюда опущу, и посмотрим, как будет с мешковиной мой кондиционер работать. Повесил я мешковину. Температура упала до 28,4. Ну, практически на 7 градусов меньше, чем на улице температура. Не знаю, конечно, мешковина высохнет со временем, хоть она и в воде. Насколько она здесь промокает, не знаю. Но высохнет, наверное, температура опять начнет подниматься. В общем, буду модернизировать. Поставлю моторчик, чтобы вода постоянно текла по мешковине. И охлаждение было лучше. Вот, еще убавилось 28,3. Ну, в общем, по крайней мере, здесь дышать стало приятнее. Влажный воздух стал. Стало немного комфортнее. Идею с мешковиной, с мокрой, я увидел на канале Дед ЧТП у Александра Алексеевича. Кто-то там посоветовал мешковину, мешок, вернее, там мешок был, мешок опустить в таз с водой. Вот что я и сделал. И теперь еще, значит, добавлю от себя моторчик, чтобы вода текла постоянно по мешковине. Ну, и посмотрю, что будет. Ну, это буду делать в выходные, пока времени нет. Ну, в общем, всем удачи, всем пока. Идея Александра Алексеевича воплощена в жизнь. Пока.